И мы сейчас говорим о таком виде проповеди, с которого я бы рекомендовал начать, начинающий проповедник. Но есть проповеди, которые, в принципе, его придерживаются, вот такого стиля. Я иногда... Но помните, чтобы... Мастерство начинается с усвоения простых, базовых, фундаментальных вещей. Кто-то может развить такой вид проповеди, оставаться дальше, это будет очень здорово. Кто-то увидит, найдет такие смежные вещи. Это нормально. Я не думаю, что можно ограничить как-то. Хотя, когда ты читаешь книги, и не только так, не только такой вид, не только такой вид. Не знаю, время меняется. Мы видим, что те, кто спорил с таким видом проповеди, потом появятся книги, говорят, что это нормальный вид проповеди. Но для начала, для успешной коммуникации, чтобы донести... Помните, мы отличаем проповедование от обучения. Чтобы проповедование было успешным, трансформирующим, действенным, нам нужно запустить стрелу, чтобы она попала в цель. Поэтому один текст, одна тема, одна библейская истина и одно применение. Человек пришел, и он вышел. Он знает, что ему делать. Одни говорят, ну это слишком так примитивно, по-западному. То есть мы привыкли вот так, чтобы это был богатый стол, чтобы там было то, все. Ну, говорю, ну это просто тогда у нас проповедь. Мы просто в момент проповеди слушаем, рассказчика, все классно вышли. А о чем было? Ну, классно было. А о чем? Ну, просто классно. Чтобы просто не было классно, или кто говорит, важно, да, это важно. Ну, это вот, знаете, есть важные вещи. А какие? Ну, вообще жизнь с Богом – это важная вещь. Ну, классно, нормально. Можно и не ходить в церковь. Итак, потом мы должны определиться, с какой нуждой или с какой желанием, да, у человека, у церкви или общества. Что мы хотим откорректировать, на что мы хотим вдохновить, то есть с чем мы. И с этим нужно очень чутко. Потому что я приводил примеры, да, вот из нашей общины. И это вот сейчас меня пригласили, ну, церковь идет, такую вот молодежную конференцию. И такая тема «Божье на все сто». То есть мне уже дали тему «Божье на все сто». Идею, ну, как бы даже цель дали. Мы хотим, ну, чтобы вы нас вдохновили, да, чтобы я вдохновил. Обычно я рассказываю такую историю. И мы когда сидели вечером, так кушали, обсуждали с лидером этой конференции, которая будет там играть, ввести прославление, я ему сказал такую историю. Когда-то мы, ну, из нашей церкви, те, кто участвует в прославлении, ехали на конференцию, по-моему, Хилсон делал. Ну, и не просили немножко финансово помочь. Я говорю, ну, не проблема. Ну, объясните мне, почему вы едете на эту конференцию? Ну, мы едем, чтобы, ну, вдохновиться. Я говорю, чем? Ну, чтобы вдохновиться поклонению, ну, поклонению, как поклоняться Богу. Я говорю, тут проблема есть одна. Что если ты, лидер прославления, вдохновляешься от конференции, то у меня есть вообще сомнение, что ты лидер этого служения. Потому что лидер служения, поклонения должен вдохновляться самим Богом. Как бы это банально ни звучало. А если мы вдохновляем друг друга конференциями, ну, мы просто подкачиваем друг друга. Нету конференции, нету вдохновения. Может, просто обычных людей нужно, но лидеры, служители, если мы вдохновляемся только от конференции, то у меня есть, как бы меня терзают смутные сомнения. Понимаете? В первую очередь мы должны быть вдохновлены самим Богом. А конференция это, ну, есть конференция, нету конференции. И ничего страшного, есть Бог. Понимаете, в чем дело? И вот такие вот, может быть, требования к служителям, я подбиваю, что в первую очередь мы должны быть захвачены Богом. Бывает такое, что да, время, когда вот нужно. Но если это как закономерность, как правило, а не как такой, знаете, экстренный случай, когда мы друг друга, ну, нуждаемся на друге, то это очень-очень проблемно. В всяком случае, для лидера. Лидеры это особая категория людей. Лидеры это люди, которые уже живут в будущем. Им Бог открыл видение чего-то будущего, да, чего-то нового. И они уже там, они ведут нас туда. А если я должен вдохновлять время лидера, постоянно, то у меня вообще возникает вопрос, он, ты лидер или нет? И лидер это даже не то, что мы сможем вырастить и приготовить. Лидер этот, был Моисей, да, раз его Бог позвал. Это суверенное действие было. Я открыл ему будущую картинку. Еще никто не знал, никто не верил, он вел. Вот это вот хорошая модель лидера, то, что вдруг Бог открывает какую-то вещь, видит, куда нужно идти, куда нужно вести, или какую проблему он ведет. Для меня хороший пример, может быть, не совсем, как бы для вас ожидан, такой неожиданный, такого пророка 20 века, это Мартин Лютер Кинг. Он похож на пророка Исаию, он похож на пророка, знаете, чем? Потому что пророки там что-то там возвещают, какие-то духовные вещи, вижу, вот там обличают. Нет, он просто сломал в одиночку, в принципе. Мирно. Хребет расизму. А это социальная риторика пророков. Ну, иногда. Это пророческое действие, которое выходит словом, и оно ломает. Кстати, Мартин Лютеркинг был пастором, если вы знаете, доктором богословия, писал диссертацию по богословию в Нибуро, по-моему. То есть, это один из примеров. Вы привыкли видеть пророков, которые что-то там... Ну, на самом деле, вот оно. Раз был расизм, раз и нету. Без революции, без войны, очень мирно. И он был вдохновлен одной. Есть его речь. Я мечтаю. У меня есть мечта, вернее. У меня есть мечта, да. У меня есть мечта. И он видел это. Видел, что черные и белые детишки идут рука об руку. Он это видел. Он видел это в мечте. И он привел Америку к этому. Весь мир цивилизованный к этому привел. Ну, весь мы плюс-минус. Разве исчез расизм? Он не исчез. И еще нет. Но сознание перевернулось. Теперь нету в Америке части автобуса для белых и для черных. Нету церквей для белых и для черных. А были. И читали Библию. И были благочестивые христиане. Был такой пуританский проповедник Уильям Вилберфос. Эти негры очень любят называть. Он в 18 лет долбал английский парламент за работорговлю. В 18 веке. Это пророческое служение. Он пришел и говорит, вы что делаете по воскресеньям в бенцмистерском аббатстве, когда ходите туда молиться и петь гимны. Вы торгуете. Вы унижаете образ Божий. Негры. Это образ Божий. Рабы. Это Божия. Тогда это было вообще немыслимым. Это был инструмент. Он так говорил. В 18 лет. И когда умирал, ему принесли. Парламент таки отменил. У него была мечта. Он видел. Никто его не вдохновлял. Никаких конференций. Понимаете? Мы на основном таких искусственных. Вот это у меня тема на эту конференцию. Сердце как парус. Нужно поймать Божий ветер. Раскрыться. Мы иногда включаем вентиляторы. Создаем сквозняк. Движение с помощью наших вентиляторов. А не ловим по-настоящему тот ветер. Тот, который дует со времен, когда Дух Божий носился над землей. Над Тогуба Богу. Понимаете? Поэтому иногда это бывает исполненное Духом Божьим. А бывает это как вентилятор. Мы включаем вентиляторы и создаем эффект. Движение воздуха друг к другу. Вот это вот. Поэтому вот оно, видение. И проповедь – часть этого. То есть мы приносим, мы ведем. У нас есть, и мы должны привести человека, хотя бы поменяя его сознание, вдохновляя сердце, двигая его. Это эритрическая цель. Мы закончили тем, что мы видим нужду, понимаем желание. Опять, мы не все ведущие, все знающие. Я не могу проникнуть в каждое сердце. Но есть какие-то определенные вещи, которые нам понятны, мы чувствуем. И потом, когда я это вижу, очень важно для проповеди сформировать цель. Какова будет моя риторика? На что будут мои акценты? Я хочу вдохновить людей? Или я хочу убедить их? Но опять же, что-то сделать. Как-то отреагировать и поступить. Например, мы брали от Великой Поручения. То есть там множество тем. Например, я хочу убедить. То есть одна из тем. Одна из тем. Ну вот мы перечислены. Сколько мы говорили? Там есть разные. Власть. Или, допустим, я вижу нужду. Люди не пребывают в учении. То есть не изучают Библию. И мы можем сказать, смотрите, нам дано такое Великое Поручение. Идти учить людей. А мы бараны просто. Мы сами не знаем. А тут же сказал, научите всему. А чему мы будем учить, если мы сами не знаем? А мы ходим там кому-то трепемся, рассказываем о Боге. Кто вы такие? Вы это хоть Евангелие... Ну как, я просто сейчас так импровизирую. Вы хоть его читали? Вы понимаете? То есть даже можно пойти еще глубже. Вдохновить или убедить, что нам нужно изучить это Евангелие от Матфея. Потому что как мы выйдем с проповедью? Что мы скажем человеку? Людям, народам. Мы сами пустые. Нам лень прочитать лишнюю страницу Евангелия. Ну понимаете, да? То есть я должен знать, в чем проблема. И тогда я буду так. Либо вдохновить, либо убедить. Что нужно как минимум просто прочитать. Уже это тоже действие. Надо начать читать. Или наоборот. Мы еще дальше будем говорить о видах. И вот когда я формирую, когда я понимаю, что я хочу либо вдохновить. А здесь будут какие-то образы, примеры вдохновляющие. Меня несколько лет назад пригласили в Киев. Была конференция, есть такая миссия. Campus Crusade for Christ. Или именно для Христа. Она работает со студентами. Там есть студенческое служение. У нас в церкви. То есть мы как... Ну есть такое служение кемпуса. И там у них была такая конференция. Ну обычная у них обучающая конференция. И там в центре конференции. Там у них был такой большой банкет, ужин. И там все миссионеры приехали. Там семейное служение в этой миссии. Потом также служение. Помните, когда-то фильмы Иисус крутили. Это одно из тоже этих служений миссии Campus. И вот они собрали, пригласили. Там были новые ребята. И вот такую поставили мне задачу, чтобы вдохновить. посвятить себя на миссию. Работать, быть миссионером. И я был там, конечно, как guest speaker. То есть там банкет. И вот в центре банкета нужно было толкнуть речь. Я как бы не считаю себя человеком таким мотиватором, что я пришел и раз всех зажег быть миссионерами. Это очень огромная такая ответственность. И тем более не хочется манипулировать, давить на совесть, на жалость. Что ну как же так. То есть это как-то очень унизительно. Ну и не работает. И я вдохновился одним. И я как-то так и сказал, что вы знаете, у меня нет каких-то вдохновляющих историй. То есть опять же, если вас вдохновляют только истории про миссионеров, то мне будет вас очень жалко. Истории закончатся когда-то. Или просто помогут надоесть в конечном итоге. Что-то нужно такое, от чего мы по-настоящему сможем. Я выбрал историю апостола Павла, который, будучи в Афинах, возмутился духом при виде идолов, которые его окружали. Он возмутился. Говорю, знаете, что вам нужно? Вам нужно возмутиться духом. Доколе будет просветать это идолопоклонство, которое не всегда выражено в вещах. А это внутренние, это ценности, идолы, которые господствуют. Доколе мы будем в этом мраке. И вот если вы не возмутитесь духом, допивайте свой чай и уходите отсюда. Потому что нет смысла вас вдохновлять быть миссионером. Потому что если кто-то вас вдохновит и уговорит, вы каждый раз, когда у вас будет какой-то облом в жизни, будете цепляться. А, ты обещал, что он будет так, а оно не так. И я не хочу вас ни к чему призывать. Если вы не возмутились однажды, понимаете, да? И есть такой пастор в Мариуполе, Гена Махненко. У него такая церковь, церковь добрых перемен, по-моему. И они там такая очень социально активная церковь. Там у него такой монастырь детей этих с улицы, да, которые были в наркотиках, все. Это вот акция у него была. Я не понимаю, а как правильно по-украински? Обрыдло или набрыдло? Потому что я, когда мне всегда поправляли, я уже боюсь уже. Ну, так сказать, пусть обрыдло, да, то есть, или набрыдло, да. И он пошел с этим злоганом, набрыдло, а почему? То есть, как Павел, возможно, а почему? А потому что, когда я хоронил ребят 15 лет, я еще терпел. 14 еще терпел, но когда я начал хоронить 10-летних ребят от наркотиков, мне это набрыдло. И он начал пикетировать все эти вот термодольные точки, аптеки, там все. И он потом в Донецке когда-то, это было где-то еще, не знаю, 5-6, я не помню, очень давно. Набрыдло. И вот если вам не набрыдло, то, знаете, мы тут кучу включим вентиляторы, да, будем друг друга вдохновлять, там все, это все ерунда. Вот надо вот дотянуть, тогда вы миссионеры, тогда вы посвятите свою жизнь, тогда даже если у вас не будет хватать денег, вы знаете, как апостол Павел, я знаю, в кого веровал. Все, мне не надо ничего там рассказывать, вдохновлять, все. Понятно это вот, ну вот. То есть, вот оно, я хочу вдохновить, да. У меня нет каких-то примеров вдохновляющих. Да, есть пример апостол Павел, но мне, ну не пример, а вот это состояние, если тебя это не вдохновляет, не возмущает. Ну нету у меня, ну, понимаете, да, цель какая я хочу, вдохновить или убедить. Потом, что мы делаем? Мы теперь пишем для себя тезисное утверждение, да. Или как, можно сказать, да, это тавтология получается. Тезис, тезис это есть утверждение. Ну, риторический тезис, ну скажем, тезисное утверждение. Да, уже я так что-то писал, а потом смотрю, стоп, это же тавтология. Риторический тезис я пишу. Ну или тезисное утверждение, если так, не цепляйтесь, это так, моей. Я не знаток, я не мастер слова, в том плане, я не очень такой вышкален в точности слова, да. Его в грамматическом и так далее, на таком смыслах. Что это значит? Теперь я собираю всю эту идею в одно утверждение, тезис, риторический. И так просто вот для себя. Это не название проповеди. Это не тема проповеди самой, да, даже самая тема, все это, все, все мыли, все эти пункты, для того, чтобы сформировать этот тезис риторики моей. Почему я выхожу? И так вы можете себе вот прямо там записать, вот что это значит. Я хочу, свои проповеди, да, просто. Я хочу убедить или же вдохновить, то есть не надо делать и то, и то, да. Либо я, я хочу убедить или я хочу вдохновить общину сделать, поступить или совершить то-то, то-то и то. То есть понимаете, да, это не проповедь, то есть это не тема проповеди. То есть вы можете поделиться с людьми, но это не для них. Это то, что будет вас вести, даже если вам будет страшно, у вас там будут люди, и будут, видите, там очень такие маститые проповедники или учитель, и вы уже боитесь, у вас есть опора. Вы знаете, с какой точки вы движетесь и к чему вы идете. Это будет вас вести. Если вы импровизатор, типа как я, вы отойдете в сторону, вы всегда вернетесь в канву. Если этого нет, это значит будет эта вот беготня, вот это вот, отлично. Под раз, там что-то еще пришло, еще пришло, еще пришло, и это просто хаос. Помните, коммуникации, шум, помехи, все, нет коммуникации. Это то, что будет, несмотря ни на что, ввести нашу проповедь до логического конца. То есть я хочу убедить общину, ну, слушателей, сделать то-то или то-то. Понимаете? Или я хочу вдохновить, то есть мы пишем, но вот здесь что, а теперь что? Давайте возьмем снова наше великое поручение. Какую тему мы изберем вот из этого? Так вот, навскидку. Власть Иисуса Христа, да? Истина, то есть тема Иисус царь. Истина, Иисус облечен всей полнотой власти над всей вселенной. Потому что всякая власть на небе, на земле. То есть там очень, кстати, ключевые слова. Так, а где-то наш текст еще уже... А, вот он. Обратите внимание, все, все, сколько раз встречается. Всякая власть, все народы, все, что я повелел, во все дни. Да? Раз, здесь еще. И так, идите, научите все, крестьяне, человек говорит, все. Во все дни, видите, смотрите, ну просто это, ну, тотальное все. Всякая власть. Везде, ну это небо и земля, это, помните, миризм, да? Это тоже везде, да? Это все подчинено ему, в принципе, тоже можно включить. Значит, все народы, Господь всех, все народы, учить всему, смотрите, как и тотальность. И я буду всегда, во все. Но вернемся, значит, давайте так. Значит, Иисус обличен, Иисус царь, тема, ну, например, так. Значит, библейская истина, Иисус обличен всею властью. Над всем творением, да? Это вот истина, библейская истина. Теперь, следующее, что мы хотим. Применение, да? То есть, какая нужда? Ну, например, церковь немножко такая стала, тепленькой, да? Например, мы чувствуем, что и сами стали теплыми. Ну, как-то вот. Значит, а, вот она нужда. Значит, я формирую тезис, да? Реторический тезис. Я хочу вдохновить церковь, чтобы свое повиновение Христу мы выразили в послушании великому поручению. Но это слишком много. То есть, нужно еще жесть. Значит, я хочу вдохновить церковь проповедовать Евангелие. То есть, ну и что, что он царь? Значит, здесь царь, значит, нужно что? Упасть и отжаться. Каким образом? То есть, значит, как выразить поклонение? Я хочу убедить церковь, что поклонение есть исполнение великого поручения. Вот мой тезис, да? Вот моя риторика. Это еще не тема проповеди. Это просто я готовлюсь сейчас. Значит, я хочу убедить церковь, что поклонение, или провозглашение Иисуса царем, это повиновение его великому поручению. Есть? Можно еще сузить, что поклонение есть, когда мы пребываем там, и там еще дальше, дальше, дальше. Понимаете, да? Возьмем проще, да, что это есть послушание великому поручению. Конечно, вопрос, а как его исполнить? Другой момент. Значит, это еще другая тема, да? Но мы не просто, есть тема Иисус царь, мы не просто говорим, что он царь. Мы следуем тексту, что он как царь повелевает, а мы как ученики, или как участники завета, нового завета, мы должны быть послушными. Как был послушен, послушные, как требовали заветы Моисеев, как Авраам был послушен, как Ной был послушен. То есть, если так, уже в такой перспективе. То есть, у нас есть заветные обязательства расширять царство Божие, проповедовать и делать учениками. Все, вот это мое желание. Я здесь как бы, либо я убеждаю, либо хочу вдохновить. Если просто, ну, это достаточно вдохновение, значит, можно какие-то примеры. Если убедить, значит, нужно сделать очень мощный, сделать акценты на все. Просто посмотрите, тотально власть ему принадлежит. Если, допустим, понимаете, да? Значит, вот тезис, я пишу себе, я хочу убедить церковь повиноваться царю Иисусу в исполнении великого поручения. То есть, или повиновение должно выразиться в нашем исполнении великого поручения. Понимаете? Все. Это достаточно для проповеди. У вас 20 минут есть. Здесь 15 минут. Я добавляю. Один текст, одна идея, одна тема, одно применение, одна возможность. Одна возможность. Либо ее, либо эту возможность использовал, либо потерял. Тогда пробовать будет успешно. Даже 5 минут. И я обычно, молодые примеры, говорю, что не бойтесь. И вы, да, вы смотрите там какой-то проповедник, он час держит внимание, хотя иногда сложно час. Но есть, говорят, что, ты знаешь, ну, час нормально слушали, ну, это, ну, целый, как бы, это мастерство, это опыт, это дар человека. Есть такие рассказчики, то из него слушают. Но не все так. Не бойтесь коротких проповедей. Бойтесь неэффективных проповедей, где отсутствует коммуникация, отсутствует цель. Вот этого нужно бояться. 10-15 минут. Люди скажут спасибо. А если он запомнил это? И говорят, слушай, он помнит, помнит, что он говорил? Самое лучшее, одно из лучших отзывов о проповеде, что люди помнят, о чем вы однажды сказали. Второй раз вы выходите, у вас, помните, со временем, люди не боятся, что уже долго вы не будете говорить, знаете, этот парень или девушка долгое время не займет. Но если они запомнили, о, так, тут еще что-то, что-то еще и будет. Понимаете, да? Вот. Утверждение. Я хочу, то есть мы составили, мы выбрали тему, текст. Из всех тем, из всех идей мы выбираем только лишь одну. Одна идея, да, то есть одну тему текста. Теперь мы формируем героинетическую идею. То есть, ага, теперь я хочу вот это. Я вижу нужда или какое-то желание, да, в человеке, в группе людей, в церкви или за церковью. Вот, все, я понимаю. Что я хочу? Вдохновить или убедить, опять же, поступить, сделать, совершить, да, это поменяться, покаяться, или там проповедовать, или, то есть это масса, это уже как вас текст куда направлять. Текст все равно рулит, понимаете? Текст рулит. А потом вы говорите, я хочу убедить или вдохновить слушателей сделать, покаяться, или сделать там то-то, или пойти учиться в библейскую школу, или пойти проповедовать израильскому народу, или там, или наоборот, и там, в Румынию поехать, или масса-масса, или помочь, или заняться служением освобождения, или помочь, то есть все, но одно действие, одно конкретное, я должен выйти вдохновлен или убежден, что я должен это делать. Я, может, сначала эту мысль отброшу, я не соглашусь, я не хочу идти, там, помогать каким-то старушкам, там, я хочу на молодежных движниках быть, там веселее, там интересно, там молодые все, красивые, что я буду ходить в дом престарелых, понимаете? Но как назойливая муха эта мысль будет крутиться, а если это еще Бог вдохновил, это будет мысль все время приходить, она одна. А если там был целый, целый набор, там всего, ну, скорее всего, я это не сохраню память. Согласны? Да. Для начала я просто рекомендую, что вот лучше взять один текст. Взяли вот великое поручение. Во-первых, я запомню этот текст, я буду его помнить. Три-четыре текста никто не запомнит. Вы можете проиллюстрировать другими текстами, но я все-таки, да, но даже вот, все, он должен висеть, потому что это же слово, да, это текст. Я хожу с ним, потому что он меня смотрит как мелодия, как фон, вот этой мысли, которая меня, допустим, вдохновила Лия ехать в Румынию проповедовать румынов, да, то есть это мысль, но как музыкальный фон идите научите все народы, идите научите все народы, оно будет звучать. А если там будет еще пять текстов, то есть, ну, оно все. Мы же сами люди, так ведь? Это коммуникация, то есть мы способны запоминать столько, сколько способны. И вот эта вот мания рассказать все, что хочется рассказать, это просто коммуникация теряется. Мы не способны. А современный человек еще больше не способен. В британские времена проповедь длилась три, четыре, пять часов. Столько же и молились, да. Возьмите книги с 17 века, и посмотрите, там есть на целую страницу название книг. Кто не читал книгу Робинзон Круза? Читали, да? Вы не читали? Вы не читали? Это пуританский автор написал. Так вот, возьмите, кликните в интернете, вы просто, кто читал, я просто читал, что оказывается там название слов 30 состоит. Время тогда текло. Повильно. Читая еще эти книги, 10 страниц, одна и та же мысль. Я сейчас не могу столько времени себе позволить. Сейчас все в параграфе. Сейчас в параграфе заключено столько информации, сколько раньше в одной главе. Я писал пепер, письменную работу в семинарию в Праге. Я забыл, что там закон 5000 слов. Я смотрю, у меня еще не половина работы, у меня уже 10 тысяч слов. Ветариат, никто не хочет читать много, слишком много информации. Мы не, понимаете, тогда не смотрели телевизор, не были перегружены. Сейчас это тоже нужно учитывать. Телевизор не сформировал такого слушателя, особенно сейчас проблема на Западе, что столько-то секунд теряется внимание, потому что быстрое смещение картинок приучило нас, чтобы всегда вот держать, понимаете, какая-то монотка. Что? Ну, где-то, да, вот так вот, все. И это, в коммуникации тоже это борьба за внимание. Поэтому это другое, я не скажу, что я в этом успешен, но мы еще не настолько деградировали. Поэтому вот, а когда одна вот идет, все, оно будет здесь вот храниться. Понятно, да, почему это? Для начала один текст. Один текст. Просто вы с этого, может, потом, когда вы станете чуть опытнее. Ну и то, я, знаете, когда я пересмотрел, когда смотрю свои PowerPoint, я думаю, бедная церковь, ну, это же сложно. Бывает. Поэтому я анализирую, что и сейчас иногда. Ну, когда истории, это другой вопрос. Любейские истории. Но есть уже жанровые проповеди, если бы был бы курс, там, Гомилетика 2, да, там, продолжение. Видите, есть сейчас книги, там, и целые курсы, проповеди с Ветхого Завета, проповеди с Псалмов. То есть это отдельные курсы, там, повествовательные проповеди, проповеди с, там, посланий. То есть это отдельные даже предметы. Не то, что это часть, а отдельные предметы. Ну, поэтому это... Хорошо, переменка. А, еще 10 минут. А, это означает 10. А, видишь, код, код наш какой был, да? Поэтому есть виды проповедей, да, то есть разные есть виды проповедей. Ну, классические, классика жанра, они делятся на текстуальные, тематические объяснители. Это, в принципе, по форме. Вот. Это я просто ознакомился, как бы, с классикой жанра, да. Хотя уже, и они будут по функции очень разные. Есть там проповеди призывающие, там, и проповеди, которые, ну, для неверующих, да, как проповеди Евангелия, там, назидательные, все. Ну, в принципе, по форме своей, да, проповеди бывают текстуальные, тематические и объяснительные. Иногда говорят еще там, эволюционная проповеди, но у нас все равно будет либо какую-то тему развивать, либо какой-то текст, либо серию текстов, ну, мы говорим по форме. Это такие самые основные, как вот мы говорили про параллелизм, что их там где-то 16 штук насчитывают, но все сводят, в принципе, это так, комбинация трех видов. Такое самое здесь. Что такое текстуальная проповедь? Текстуальная проповедь, это проповедь на один фрагмент, то есть на один текст, то есть где-то как один стишок. Например, если мы возьмем наше великое поручение, то текстуальная проповедь возьмет для, одну фразу может быть, дана мне всякая власть на небе и на земле. Почему так называется? Ну, я не знаю, так уже в Гомилетике закрепилось. Будет текстуально. И проповедь будет делиться примерно так вот. Дана мне всякая власть на небе и земле. То есть Иисусу дана власть. Первый пункт, например. Дана власть вся, например, на второй. А не может быть, просто два пункта. Иисусу дана власть, первый пункт, второй пункт, дана власть над всем, над небом и над землей. Тем самым подтверждает, что Он, ну, там, Творец, вот, в принципе, и вся проповедь будет раскучивать эту вот идею. Понимаете, да? Либо так вот. Но, опять же, это не будет полфразы. То есть это будет текст законченный, хотя не весь. Или, например, ибо так возлюбил Бог мир. В принципе, можно все. Бог любит мир, и потом так сильно любит мир. Могут добавить там, что отдал своего сына, так будет так. Это вот текстуально. То есть берется один текст, и раз, но это еще не то, о чем мы сейчас говорим. Это просто берется такой небольшой фрагмент, он законченный, то есть это, то есть не какая-то, не какой-то, ну, оборвыш, да, что там можно потом прилепить там, что хочешь. Нет, то есть он там четкая, четкая мысль. тематическая проповедь, она будет двигать, какую-то тему, и если, допустим, там три пункта, сейчас высмеивают уже новые гомилеты, высмеивают старую структуру проповеди три пункта и стих, да, что классика проповеди это три пункта, и в конце там стихотворение. Но, тем не менее, такова структура многих проповедей еще по сей день. И мы все равно будем знакомиться с классикой Жанна, пока с классикой, а потом уже с уже возможностями. Значит, тематическая проповедь возьмет, она может говорить, что Иисус царь, да, но она возьмет несколько, будет, несколько тезисов. Скажем, его царство провозглашено в Ветхом Завете. Хопа, там и какой-то текст из какого-то Ветхого Завета. Его царство, он был инаугурирован, скажем, во время крещения. Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Это, в принципе, формула помазания царя. Там Исаии есть, и, в общем, я не помню. И третье, он подтвердил свое царство, скажем, когда Бог его воскресил. Многие критикуют тематические проповеди, потому что они могут быть спекулятивны, некоторые тексты могут быть искусственно подогнаны, но на самом деле я не думаю, что это не библейская проповедь, это много проповедей тематических. Единственная проблема, что действительно будет несколько стихов, текстов, и это может быть проблема. То есть, я думаю, что есть место, допустим, у нас выберет какая-то тема действительно, и можно сказать хорошую тематическую проповедь, которая запомнится, но здесь какая проблема, что будет помнится все-таки больше тезис, идея, нежели библейские стихи, потому что мы Мы все не запомним. Но тем не менее, это тоже проповедь, и я не согласен с критиками. И самое сейчас популярное в консервативных церквях, и вообще во многих, ее называют объяснительная проповедь, или библейская проповедь, или еще называют экспозиционная проповедь. Это когда проповедь полностью подчинена, план проповеди полностью подчинен тексту. Но здесь, в отличие от текстуальной проповеди, берется уже больший фрагмент. То есть мы берем уже не просто, Иисус сказал, что дана мне всякая власть от начала 16 стиха до 20. Или берем целую притчу, или берем такой известный проповедник, кстати, с одного крыла, Джон МакАртур, который писал книги по экспозиционной проповеди, у него стих за стих. А, уже там, то есть, и он три года проповедует Иван Глитриана, то есть фрагмент за фрагментом, то есть проповедь должна раскрывать библейский текст. Как он идет? Но это уже, но это проповедь, она отличается от разбора тем, что это проповедь, это экспозиция, то есть объяснение, поэтому объясните, она называется применением. Поэтому у нее есть тоже слабости, в том смысле, что иногда мало остается места для применения, но есть сила, что она в полноте раскрывает Слово Божие в контексте, и как оно в внутренней риторике текста. В принципе, многие сейчас, я где-то больше в такой вот объяснителе, но всегда есть место для тематической. Но опять же, как бы мы объяснительно-текстуально близки, что они используют один текст. Тематическая это другой вид, я тоже проповедую на таким видом проповеди, но это не всегда основной вид проповеди. Опять же, мы смотрим по нужде церкви. Новые церкви, новые люди, я посмотрел, они не знают вообще, с чего начинается библейская история, как она развивается. На что я должен, я выставлю стратегию так, чтобы через проповеди церковь услышала библейскую историю. Это для меня больше объяснительно. Если какой-то там праздник, еще что-то, или какая-то проблема, может быть, я возьму тематическую. Но мы пока вот между текстуальной и объяснителем, мы в этих сейчас. Хорошо? Переменка.